В Казахстане сегодня отмечают государственный праздник, День столицы. Главному городу республики исполнилось 22 года. За это время он из провинциальной Акмалы превратился в современный и быстро растущий в инфраструктурном плане мегаполис. Из-за эпидемиологической ситуации ранее запланированные ко дню города мероприятия были отменены. Они пройдут только в режиме онлайн. Отмечу, что сегодня свой 80-летний юбилей празднует и инициатор переноса столицы из Алматы, первый президент Казахстана Ельбасын Нурсултан Азарбаев. Между тем, схему лечения коронавирусных больных расширили в Казахстане. При тяжелых формах заболевания медики начнут использовать новый препарат Фавипирафир. Он, со слов главы Минздрава Алексея Цоя, активно применяется в Японии, соседних и европейских странах. В ближайшее время мы также планируем запуск производства отечественного производителя у нас внутри Казахстана и обеспечить потребность Казахстана самостоятельно в данном препарате. У нас на подходе клиническое исследование по апробации вакцины против коронавирусной инфекции вместе с нашими иностранными коллегами для того, чтобы также прорабатывать будущий вопрос возможности вакцинации населения. Также Алексей Цой высказался и о нашумевшем видеообращении казахстанского реабилитолога Айны Бакеевой. У Минздрава не получилось связаться с автором ролика. В нем врач из Шимкента критикует методы лечения, которые практикуются у нас в стране. Министр здравоохранения заверил, что действия отечественных медиков соответствуют мировой практике. Врачи с разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений. Очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, они, во-первых, международно признаны, они используют доказанные методики, которые в мире были использованы, в том числе отечественные научные деятели, клиницисты разрабатывают данные подходы. Казахстан обеспечивает себя лекарствами лишь на 13%, все остальное импорт. Тем не менее, проблема с дефицитом препаратов будет решена в самое ближайшее время, заявил зам премьер-министра страны Яралы Тукжанов. По его словам, в аптеке уже поступило 70 тысяч упаковок ингаверина, больше 800 тысяч упаковок парацетамола, еще 900 тысяч жаропонижающего медикамента обещают поставить в ближайшие дни. Ситуация по каждому региону по обеспечению лекарств находится на особом контроле правительства. Например, Акиматом города Алматы подписано сегодня соглашение с фармкомпаниями и определен список из 103 аптек, в котором в приоритетном порядке будут поставляться лекарства. Если учесть, что в Алмате сегодня у нас более 700 аптек, именно этот 103 аптек будет главным объектом, по которому с учетом расселения наших граждан будут обеспечиваться шаговые доступности необходимые лекарственные препараты. Соглашением предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки. Компетентным органам дадут конкретные поручения по недопущению превышения предельных цен на лекарства. Сегодня президентам страны были даны конкретные поручения и уже конкретный факт по выявлению таких случаев у нас уже зафиксировано в городе Чимкент. Лица, которые задержаны по скупкам и перепродаже лекарственных препаратов, будут наказаны соответствующим действительным законодательством. Ежедневно на передовой в борьбе с пандемией находятся не только врачи-инфекционисты, но и военные. Около двух тысяч человек, медперсонала вооруженных сил страны, привлечены к лечению пациентов с коронавирусом. О тех, кто ведет войну с невидимым врагом, в материале Мирюэр Шукуевой. Это кадры не одной из инфекционных клиник, а военный клинический госпиталь Минобороны в столице. Сейчас его перепрофилировали под карантинный и провизорный стационар на 180 мест. Наш госпиталь в настоящее время работает в качестве провизорного стационара, а также обслуживает карантинный стационар, развернутый в общежитии на 40-й станции. Военные госпитали города Алматы и Талдыкурган используются для лечения больных с коронавирусной инфекцией. А военный лазарет в Ушарале перепрофилировали под инфекционный стационар на 230 мест. Мы принимаем всех, кладем в провизорные стационары. В наших госпиталях лежат зараженные коронавирусом. Им оказывают должный уход и лечение. Отмечу дополнительно для приема больных с коронавирусом Министерство обороны. С первых дней подготовила фонд и в других населенных пунктах. На сегодняшний день в военно-медицинских учреждениях пролечено более 700 карантинных, провизорных и инфекционных пациентов. Меруерт Шикуева, Хабар, 24. Отели и базы отдыха на Лаколе не остановят работу во время двухнедельного карантина. Купальный сезон продолжается, а санитарные меры усилены. По крайней мере, так обещают в Управлении туризма Алматинской области. К слову, чтобы посетить озеро, результат ПЦР-теста не требуется. Более подробно об этом расскажет Сабина Балашкина. А вот для отдыха на побережье Алаколе Восточно-Казахстанской области туристам уже нужно будет иметь с собой справку с отрицательным результатом на COVID-19. Эти правила установили власти региона. Интересная разница между двумя регионами. Приобрести путевку на Лаколь можно за разную цену. Казахстанские туроператоры предлагают посетить курортное место минимум за 55 тысяч тенге. В стоимость восьмидневного тура входит оплата за перевозку на поезде в обе стороны, выезд из Караганды, проживание на базе отдыха, групповой трансфер и трехразовое питание. Отмечу, самая дорогая путевка по этому направлению обойдется местному туристу примерно в 100 тысяч тенге. Не менее популярен сейчас отдых на Каспии. Правда, поездка туда стоит значительно дороже. За семь ночей, проведенных на побережье моря, один человек должен потратить около 80 тысяч тенге. В эту стоимость входит проживание в отеле без категории звезд, авиаперелет из столицы и обратно, групповой трансфер и только завтраки. Однако есть и более дорогие предложения. Размещение в четырехзвездочном отеле обойдется примерно в 250 тысяч, но самый дорогой тур в Актау доходит почти до полумиллиона тенге. Казахстанские туроператоры предлагают казахстанцам, которые приобрели путевки в Турцию, перенести отдых на другие даты. Туристы, не готовые пойти на такое предложение, могут требовать полного возврата заранее купленный тур. По правилам турагентства, должно вернуть деньги в течение 30 дней. Об этом рассказали в корпоративном фоде туристы Комкор. Там также отметили, что клиенты с пониманием относятся к введенному в стране карантину, поэтому перебронируют даты. Турецкие отели тоже идут на уступки и сохраняют прежние тарифы. Даже несмотря на то, что середина июля и начало августа считаются бархатным сезоном. В этот период отдых в Турции становится дороже. Общее количество приобретенных билетов, даты которых выпали в период чрезвычайного положения, составило порядка 200 тысяч. У авиакомпании «Скат» казахстанцы приобрели около 100 тысяч проездных с 40%. Пассажиров уже возвратили деньги за отмененные полеты. В общей сумме авиаперевозчик вернул клиентам около 500 миллионов тенге. В компании рассказали, что возврат будет продолжен в три этапа. Те, у кого даты билетов выпадали на март, должны были получить компенсацию в июне. За перелеты с апрельскими числами – в июле, а с майскими – в августе. У «Эйр-Астаны» пассажиры купили свыше 70 тысяч проездных – более 80%. Покупатели уже получили компенсацию. Возврат оставшихся билетов будет произведен по мере обработки. Конкретные сроки в компании называть затрудняются, поскольку из-за вновь иденного карантина агентства по продаже билетов могут быть закрыты, а выход сотрудников в офис ограничен. «Казак-Эйр» получила более 6 тысяч заявок. Перевозчик выполнил обязательства по 4,5 броням. В компании отметили, что возврат денег производится в порядке очередности согласно поступающим заявлениям. И в завершение информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 405 тенге 71 тиин, евро 456.25 рубль 5.76. На этом у меня все. До встречи в следующем информационном выпуске. Что ж, будем надеяться, что все правильные авиакомпании выполнят свои обязательства перед пассажирами. Спасибо, Сабина Балашкина. Была с деловыми новостями. В Испании еще один регион страны закрыли на повторный карантин. С сегодняшнего дня ограничения начинают действовать для 70 тысяч жителей одного из курортных районов Галисии. Автономного сообщества на северо-западе королевства. Выезд и въезд на эту территорию будет закрыт до пятницы. Причиной стали локальные вспышки COVID-19. В субботу карантинные меры возвратили для 200 тысяч жителей одного из районов Каталонии. Там также наблюдается рост числа заражения. Отмечу, Испания одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. С начала вспышки опасную инфекцию подхватили более 250 тысяч испанцев. Не справились с болезнью 28 тысяч. А в Боливии сотни демонстрантов захватили мусороперерабатывающий завод и взяли в заложники 15 работников. Участники акции требовали отмены карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Для освобождения заложников были привлечены военные. Они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Блокаду удалось частично снять. Несколько правоохранителей получили ранения. МИД Боливии обвинил в организации беспорядков бывшего президента, а ныне эмигранта Эва Моралеса и его сторонников. В свою очередь представители партии, экс-главы государства «Движение к социализму» заявили о своей непричастности к этому инциденту. Двое человек погибли в результате стрельбы в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина. Еще по меньшей мере восемь посетителей заведения получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на шерифа округа Гривил. На данный момент пострадавшие доставлены в больницу. Информации об их состоянии нет. Полицейские занимаются поиском стрелка и выясняют обстоятельства этого инцидента. Сообщается, что в момент атаки в клубе находилось несколько сотен человек. Бывшего полицейского Ту Тао, причастного к жесткому задержанию афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили из тюрьмы под залог. Как сообщают местные СМИ, ее сумма составила 750 тысяч долларов. Напомню, стража порядка обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени. Ранее под залог также освободили двух других бывших офицеров, проходящих по аналогичным обвинениям. Четвертый страж порядка, которому вменяют непосредственно убийство Флойда, остается под стражей. Инцидент, напомню, произошел в конце мая этого года в Миннеаполисе. В результате жесткого ареста полицейскими скончался афроамериканец. Это вызвало массовые протесты против расизма и полицейского произвола не только в США, но и в других странах по всему миру. Вернемся в Казахстан. Сейчас время хроники происшествий. Сразу в двух областях страны, Кустанайской и Акмолинской, отмечены массовые отравления суррогатным алкоголем. В результате в больницах скончались 17 человек. Полиция проводит расследование, а в Павлодаре продолжают выяснять причины крупного пожара на предприятии, где загорелись отходы нефтепродуктов. Вызову была присвоена наивысшая степень опасности. Все подробности прямо сейчас. В Шемкенте сгорела автомашина Кия. Инцидент произошел среди белого дня в Альфарабийском районе. На тушение огня были мобилизованы сразу два пожарных расчета. Как сообщили в предцентре ДЧС, помимо автомашины Кия, повреждение получил и стоящий рядом ландровер. На тушение огня у пожарных ушло всего 6 минут. Пострадавших среди людей нет. Причина возгорания устанавливается. Спасатели обратились к автовладельцам внимательнее относиться к пожарной безопасности транспортных средств и строже следить за их техническим состоянием. В своевременно проходить техосмотр. Жуткая ДТП с летальным исходом в Павлодаре. Трагедия произошла на автодороге, ведущей в аэропорт. Водитель автомашины Мерседес не справился с управлением и врезался в дерево. Чтобы вытащить человека из салона, спасателям пришлось разрезать дверца раскуроченной машины с помощью специальных средств. По информации администрации города, погибшим оказался 31-летний житель Павлодара. По факту аварии проводится проверка. В Кустанайской области объявили в розыск мужчину подозреваемого возможной причастности к гибели 13 человек. Все они отравились суррогатным алкоголем. Полицейскими уже установлены и задержаны трое подозреваемых. Массовые смертельные случаи были зафиксированы сразу в двух населенных пунктах. В городе Аркалы, где в больнице скончались 13 человек, и в поселке Жанаклима Жаксинского района Акмолинской области, где после распития спиртного из 5-литровых пластиковых бутылок смертельное отравление получили 4 человека. В ходе эпидроследования установлено, что все погибшие употребляли алкогольную продукцию, разлитую в 5-литровые пластиковые емкости. В ходе разыскных мероприятий был выявлен подпольный цех в Адбасарском районе, который осуществлял розлив данной продукции. Часть продукции, которая находилась в цеху, изъята, однако большая часть реализована. Данная продукция представляет угрозу жизни и здоровью населения. Часть продукции, которую успели реализовать, может реализоваться как в торговой сети, так и на рынках. В Шимкенте задержали шумную компанию девушек, которые не давали спать жителям одного из домов в микрорайоне «Восток». Они громко разговаривали, кричали и пели. В итоге в полчетвертого утра хулиганок доставили в центр детоксикации. Отмечается, что девушки пытались не реагировать на замечания полицейских и хотели сидеть дальше. Медицинское освидетельствование выявило у веселой троицы алкогольное опьянение в средней степени. Департамент полиции обратился к жителям Шимкента с просьбой не нарушать тишину в ночное время и не распивать спиртные напитки в общественных местах. Полицейские предупредили об ответственности за подобные правонарушения. Павлодаре выясняют точные причины ЧП, произошедшего на территории одного из местных предприятий. Огонь вспыхнувши на этом объекте, тушили больше десяти пожарных расчетов. Горела смесь нефтяных отходов, поэтому всю округу окутал черный и эвки дым. Вызову сразу присвоили наибысший третий ранг опасности. Использовались все силы и средства. Для локализации огня ушло больше часа. Полностью потушить пожар удалось в половине шестого утра. Общая площадь возгорания 1200 квадратных метров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Сейчас дело передано в полицию. Пожар, который произошел на территории акционерного общества Павлодарский картонный рубероидный завод, считается третьим рангом опасности. Потому что в данном случае пожар происходил внутри закрытого помещения. На здании стены и кровля, которые сделаны из металлического профлиста. Степень опасности усугубляла также и ветер. А сейчас о другой проблеме. Но уже в столице один из жилых домов разваливается на глазах у жильцов уже несколько лет. Люди опасаются за свои жизни и жизни своих детей. Они который год обращаются к властям с просьбами о помощи. Однако пока приходили только лишь бумажные отписки, что они должны восстанавливать дом якобы за свой счет, ссылаясь на действующее законодательство. Мой коллега Асхат Ниазов покажет, почему уже совсем скоро может случиться трагедия. Бычками под окнами, к сожалению, уже никого не удивишь. А вот осколками кирпичей, а иногда почти целыми, это что-то новенькое. Хотя не такое уж и новенькое. Фасад дома по улице и лес стал осыпаться практически сразу после сдачи в 2013 году. И вот за это время на земле теперь целая тропинка из осколков. Дворники иногда складывают все это в кучу. Вот в этой, например, покоится птица, которую прибило прямо на лету. Еще один труп мы нашли на козырьке подъезда, который сам весь в мятинах. А ведь в этом дворе живет очень много детей, одно из любимых развлечений которых – камни и кирпичи. Мне вот просто интересно, что будет с человеком, если ему на голову упадет вот эта вот штука. Это вообще как? Опасаемся за жизнь детей, потому что в любой момент может кирпич упасть на голову, даже рядом проходящий ребенок осколком может даже зацепить. Это, конечно, опасно. Ситуацию усугубила стройка возле дома. Люди-то рады строящемуся скверу. Однако из-за грохота строительной техники по стенам пошли трещины. Конкретно вот эта тянется до второго этажа. Неудивительно, потому что качество кирпичей оставляет желать лучшего. Складывается ощущение, что их грызут крысы или что они пережили бомбежку. Некоторые куски от летающих кирпичей выбивают стекла в квартирах. Застройщик кто? К сожалению, застройщик сидит. В тюрьме? В тюрьме. И не один. Немудрено. За что сидит за этот? Судя по всему, да, проворовался. Много было нарушений. Как по мне, так сдача вот этого дома, это, знаете, хороший такой крепкий договор между мошенником-застройщиком и коррупционером-чиновником. Это вот тут дураку ясно. Жильцы уже несколько лет обивают пороги госорганов, чтобы им помогли. У тех ответ один. По закону жильцы должны сами ремонтировать свой дом. Может быть, где-то такой закон и работает, но только не здесь. Это социальный дом. Большинство жителей – инвалиды, выходцы из детдомов, матери-одиночки, многодетные семьи и ветераны. У них просто-напросто нет средств на это. Жителям интересно, а кто вообще принимал такой дом? Обратились с этим вопросом к Акимату и мы. Кто принимал этот дом в эксплуатацию? В комиссию в 2013 году. Кто входил в эту комиссию? Сейчас затрудняюсь, а вот видите, так как на руках распоряжения нет, кто входил в данную комиссию. Но там же были из отдела строительства, правильно люди? Ну, был представитель заказчика, представитель других государственных органов, такие как ГАЗ, пожарная служба, самодельная станция и так далее. Также был представитель генерального подрядчика, авторского надзора, технического надзора. А председатель комиссии кто был? Не могу сейчас сказать, я так как не вижу состав комиссии. Мы отправили официальный запрос, чтобы все-таки получить именно тех, кто в свое время закрыл глаза на некачественное строительство такого дома. И обязательно назовем их в следующих выпусках, чтобы успеть поднять резонанс до того, как в этом дворе произойдет трагедия уже не с птицами. Асхат Ниазов, Марадзи Хамбаев, Хабар, 24. А мы продолжим после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Общая стоимость проекта 710 миллионов тенге. Трубы высокого и среднего давления проложены, установлено необходимое оборудование. Остались лишь только внутренние работы. В городской системе отопления уже полвека, коммуникации изрядно изношены. Протяженность же магистрального трубопровода составляет около 58 километров. Его будут обновлять поэтапно. Переход на газ должен завершиться уже к концу сентября. Здесь в Копчегае две котельные. Идет водогрейная котельная и паровая котельная. В обоих котельных мы уже закончили прокладку коллекторов. В начале июля ожидаем уже гиповского оборудования, а также всей заморной арматуры. Все работы ведутся согласно графику. В данный момент сейчас полностью идет работа по газификации самого города Копчегае. То есть здесь порядка 239 многоэтажных домов. Там значит у нас 7156 абонентов будут. И в данное время где-то около 10% завершены к подключению дома. Это многоэтажные. Я не считаю это жилые массивы. То есть одноэтажные. Тем временем многомиллионные убытки из-за пандемии коронавируса понесли предприниматели Туркестанской области. В числе пострадавших фермеры Сайрамского района. В прошлом году они отправили за рубеж 18 тысяч тонн мяса. Но с введением карантина объем экспорта значительно сократился. При остановленной выдаче субсидий на производство мясных изделий. Это животноводческая ферма. Собственность производственного кооператива. Здесь содержится полторы тысячи голов крупного рогатого скота. Большую часть племенных быков привезли из северных и восточных областей страны. Тут их откармливают и отправляют на убой. Мясо пока поставляют только на внутренний рынок. Вывезти за рубеж мешает карантин. Каждый месяц мы можем стабильно экспортировать до 50 тонн. В прошлом году мы отправили 250 тонн мяса в Алматы, Шимкент, Атырау и Ахтау. В этом году планировали увеличить производство до 500 тонн. Однако в связи с карантином спрос на мясную продукцию упал. Из-за чего приходится снизить производительность вдвое. Производственный кооператив обеспечен всем необходимым. На ферме есть собственные убойные площадки, морозильники для хранения мяса и грузовики, которые развозят продукцию по всему Казахстану. К слову, животноводство – один из самых популярных видов деятельности в Сайрамском районе. В сельском округе Манкет насчитывается более 38 тысяч голов крупнорогатого скота. 13 тысяч из них убойные. Кроме того, местные жители разводят лошадей. С начала года фермеры из Сайрамского района отправили в Узбекистан, Иран и Россию 465 голов крупнорогатого скота и 75 лошадей. Кроме того, за рубеж удалось экспортировать более 570 тонн говядины и баранины. Рауль Габитов, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. Эксклюзивные фотографии, документы и даже личные вещи Нурсултана Назарбаева собрали в экспозиции музея истории города Каменская в Украине. Там первый президент Казахстана окончил училище и делал первые шаги в профессии металлурга. Наши корреспонденты посетили город и собрали воспоминания местных жителей и малоизвестные истории о юности Ельбаса. Небольшой городок Каменская, ранее Днепро-Дзержинск, в центре Украины, один из ведущих металлургической промышленности страны. В далеком 1958-м его приехал покорять совсем юный Нурсултан Назарбаев. Многое для будущего президента Казахстана здесь случилось впервые. Любовь, крепкая дружба, первые профессиональные успехи. В преддверии юбилея Назарбаева в местном музее истории собрали редкие экспонаты со времен его молодости. Фотографии, книги, личные вещи, национальные символы и многое другое. Но самое ценное – воспоминания друзей. Я много общалась с его товарищем Николаем Ильичом Литошко, которого уже нет среди живых. Он много рассказывал о юности Назарбаева. Он очень любил гулять в самышной балке, там собиралась молодежь. Это были такие посиделки, где они общались, боролись, потому что Нурсултан и Николай посещали секцию борьбы. Этот казахский юноша был далеко от дома, от родителей, а украинцы очень славятся своим гостеприимством. Поэтому родители Николая Литошко взяли опеку над Назарбаевым. Будущий президент самостоятельно выучил украинский язык, рассказывает в его альмаматор Каменском высшем профессиональном училище. Особенно всем запомнилось, как в 2005-м во время своего визита в Украину с трибуны Верховной Рады президент Казахстана обратился к депутатам с речью на их родном языке. О родном училище Назарбаев также не забывает и по возможности приезжает сюда. Самое трогательное, наверное, было, это был его первый приезд, когда, уже будучи президентом, он сел за свою учебную парту, опустил руки и попросил минуту не снимать его на камеры и дать возможность ему немножко расслабиться. Очень трогательно его воспоминания на него нахлынули, и он сказал, что это, наверное, самые яркие моменты его жизни, когда он был здесь. Параллельно с учебой началась и стажировка Назарбаева на одном из крупнейших предприятий области в Днепровском металлургическом комбинате. Работал в доменном цеху, непосредственно на печах. Это одна из самых сложных и ответственных задач на производстве. Это одна из самых почетных профессий на комбинате, потому что здесь люди работают в огне. Производят разлив продуктов плавки по ковшам. Температура на данном участке работы составляет порядка 60-80 градусов. Персонал постоянно работает в средствах индивидуальной защиты. Это имеется в виду сухонный костюм. Его свойства позволяют ему не гореть. Спустя долгие десятилетия Каменское помнит юного увлеченного Назарбаева. У него здесь даже особый статус имеется – почетного жителя города. Уже пятый год подряд в Каменском проводит турнир по волейболу, посвященный наштутану Назарбаеву. В этом году из-за карантина мероприятие ограничилось шестидесятками участников, а в прошлые годы собирало и по пять сотен. Не исключено, что подобные мероприятия обретут международный формат, поскольку в Каменском заинтересованы в разностороннем сотрудничестве с Казахстаном. Мы еще наметили ряд совместных проектов, конкретно с училищем, где учился, установив это очень специализированное и высококлассное училище, имеющее почти столетнюю историю. Мне кажется, мы можем развивать наши взаимоотношения на уровне наших студенческих коллективов. Есть желание со стороны руководства города и со стороны этого учебного заведения поехать в Казахстан, принять участие в различных наших мероприятиях, в частности в чемпионате WorldSkills. Я думаю, что это все возможно, и мы будем это делать и продолжать. В целом наштан Назарбаев прожил в Каменском два с половиной года. Этот недолгий в масштабах жизни период сыграл большую роль в становлении личности будущего президента Казахстана. А для нескольких поколений жителей города Назарбаев остается не просто мировой величиной, а своим, близким и родным земляком. Поэтому здесь часто шутят, что Каменское – это город-музей Нурсултана Назарбаева. Аида Кадырбай, Петр Бареку, Хабар-24 из Украины. На востоке Казахстана, одни у столицы, местные артисты подготовили специальную музыкальную программу. Участвуют в ней девять коллективов, среди которых оркестры народных инструментов и симфонические, камерные и джазовые, хореографические группы и вокальные исполнители. Репетировали они больше месяца и надеялись на живое выступление. Но из-за усиления карантинных мер концерт теперь будет проводиться в онлайн-формате. Посмотреть его могут все желающие на сайте организации и профильного управления, либо же на их официальных страницах в социальных сетях. Впрочем, это уже не первое такое мероприятие. С весны онлайн-режим стал уже почти привычным для музыкантов. Мы с населением, к сожалению, уже не можем работать так, как вот так получается. Но мы находим выходы, мы находим определенные пути решения проблем. Это наши онлайн-концерты, это наши челленджи совместно с дальними, так и ближними зарубежьями. Мы поднимаем боевой дух и дух патриотизма наших граждан в онлайн-формате. В этот непростой период для всех хочется, чтобы мы все были сплоченнее. Рука об руку, горой друг за друга, чтобы мы преодолевали все препятствия и невзгоды, прошли вместе. Потому что вместе мы сила. Ну и в продолжении еще немного культурных новостей. Культ-вояж на Хабар-24. Культ-вояж на Хабар-24. Артисты Государственного академического театра оперы и балета имени Абая провели онлайн-концерт «Вива опера», посвященный празднованию Дня столицы. Хиты казахской, русской и европейской классики прозвучали в исполнении выдающихся солистов, среди которых Тахауи Рахметов, Зарина Алтынбаева, Венера Алпызбаева, Евгений Шагаров, Олег Татамиров и многие другие. Это ребята, профессионалы своего дела, которые любят свое дело, которые любят публику свою, которые несут творчество в их дома, можно сказать. В такое непростое время, сами понимаете, чтобы поддержать хоть как-то народ, мы стремимся, мы творчеством это делаем. Программа такая подбиралась, очень интересная, чтобы была интересна нашей публике, столичной нашей публике, всей публике нашего Казахстана. Думаю, они ее оценят, потому что программа очень интересная на самом деле. Подготовка с самого начала осуществлялась в условиях карантина. Артисты разучивали партии дома, позднее репетировали фойе театра и камерных залах. По словам руководителя, композиции были подобраны с учетом интереса не только казахстанской, но и российской и зарубежной публики. В Павлодаре будет открыт памятник поэту Естаю. Автор скульптуры Азад Боярлин. Работа в его мастерской сейчас в самом разгаре. Прежде чем приступить к проекту, мастер решил еще раз познакомиться с жизнью поэта. Я его видел и вижу именно таким молодым акыном, идущим по степи. В одной реке он держит дамбру. Он вдохновенно идет, значит, и полы шапана развиваются на ветру. То есть вот сам по себе образ именно такого одухотворенного молодого человека. Естайбер Кимбай Улы – поэт, певец, композитор. Родился в Павлодарской области. Однажды он встретил дочь богача Курлана. Молодые люди полюбили друг друга, что отразилось на творчестве автора. Именно этот период Азад Боярлин решил воссоздать в своей скульптуре молодого эстая. Вначале делается эскиз. Он делается из пластилина. Потом делается рабочая модель. Также она лепится и отливается из гипса в пятом масштабе. В дальнейшем с этой модели делается увеличение. Модель величины произведения, так называется. Значит, четырехметровая скульптура. Вот сейчас мы будем смотреть эту скульптуру в полный рост. Она в процессе работы, еще только начата. Поэтому сейчас идет чисто вот такой процесс построения фигуры, начальный процесс. Ожидается, что открытие памятника в Павлодаре состоится в канун Дня Конституции. Стоит отметить, подобного извояния, посвященного поэту, в стране пока нет. Онлайн-концерты продолжаются и в столице. Накануне Дня города певец ДОС выступил в социальных сетях с праздничной программой. Под лозунгом «Мы вместе» в нынешней ситуации мы делаем все возможное, чтобы подбодрить людей дома своими ритмичными песнями. Я думаю, что сейчас очень важно поддерживать друг друга. Как и другие певцы, ДОС признается, что скучает по сцене и зрителям. Это дает много энергии певцу, который встречает зрителей и получает их теплое внимание. Однако, повторяю, давать онлайн-концерты – задача не из легких. Потому что, когда артист не чувствует энергию людей, это очень трудно. Стоит отметить, что все мероприятия Государственной академической филармонии, посвященные Дню города, будут проходить онлайн. Следите за социальными сетями столичных коллективов. Девушка из Казахстана совершила настоящий прорыв в Соединенных Штатах Америки. 26-летняя хоккеистка Булбул Картанбаева стала не только первой представительницей нашей страны в женской национальной хоккейной лиге. Булбул назначена на должность главного тренера хоккейного клуба «Принстон Тайгер Лилис» в штате Нью-Джерси. Как ей удалось достичь таких невероятных спортивных высот? И чем западный хоккей отличается от нашего в сюжете Майера Абдрахмановой? Булбул всегда верила в свою мечту и упорно шла к своей цели. Родилась в районе имени Турара Рыскулова в Жамбузской области. Училась в обычной школе и всегда занималась спортом. В свободное время посещала секции бокса, женской борьбы и футбола. Первой спортивной успехи она достигла в регби, а вот к хоккею пришла в 13 лет. Потом была поездка в столицу и участие в престижных соревнованиях. Форвард женского хоккейного клуба «Тамирис» Булбул Картанбаева начинает играть в национальной сборной Казахстана. На нее обращают внимание руководители сильнейших мировых лиг. И в 2018 году наша хоккеистка выступает за канадский клуб в Калгарии. А через год подписывает контракт с американским клубом «Метрополитен Ривитерс». У нас в Казахстане другой подход к тренировкам, к тренерам и вообще к хоккею. Здесь более все друг друга поддерживают, более лояльнее. И даже если кто-то что-то сделал не очень, то все равно говоришь, хорошая работа, молодец, хвалишь. Но когда я устраивалась на работу, я высказала свою точку зрения, свое видение на тренировочный план, на план игр. И сказала, что я буду построже, я буду лояльнее, я буду все равно требовательнее. Им очень понравился мой опыт работы. Они всегда спрашивают различия между хоккеем в Казахстане, в Европе, в Азии, в Канаде. И как бы я делюсь своим опытом и набираюсь опыта. Только в прошлом году Булбула начала играть в американском хоккейном клубе. А уже сегодня ее назначают главным тренером. Став наставником молодых хоккеистов, она и дальше будет продолжать спортивную карьеру. Однако пандемия внесла свои коррективы и в график запланированных соревнований. Из-за ситуации с коронавирусом у нас отмирился сезон и закрылись все спортивные площадки, спортивные хоккейные арены. Сейчас только начинает открываться все. И даже раздевалки, если честно, закрыты. Поэтому я предпочитаю переодеваться полностью формально на улице и одевать коньки только когда уже я зайду на лед. Какие мои дальнейшие планы? В планах, конечно же, поиграть в национальной женской хоккейной лиге, попробовать свои силы. Я где-то хочу поиграть еще 3-5 лет и набраться, конечно, тренерского опыта. Так как у меня контракт со сборной национальной Казахстана, я всегда хотела бы выступать под нашим флагом, защищать цвета нашего флага, защищать наш герб и всегда выступать за Казахстан. Поэтому я хочу здесь набрать опыта, повысить свою квалификацию, посмотреть все новости и новые упражнения и с этим багажом потом приехать в Казахстан. Каждый день Булбул общается со своими родными и друзьями в Казахстане. Не упускает возможности поздравить их с праздниками, как национальными, так и семейными. 239 ученых из 32 стран мира призывает Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса по воздуху одним из значительных факторов распространения инфекции. Об этом сообщает газета Нью-Йорк Таймс. По их предположению, коронавирус может распространяться в воздухе через мельчайшие частицы, которые задерживаются внутри помещений. Тогда как ВОЗ считает, что COVID-19 распространяется преимущественно через крупные капли из дыхательных путей зараженных, попадающих на поверхность. Кроме того, в организации доказательства о передаче коронавируса через воздух назвали неубедительными. Воздушно-капельный способ передачи вируса считают возможным, но не подтвержденным убедительными доказательствами. В Испании еще один регион страны закрыли на повторный карантин. С сегодняшнего дня ограничения начинают действовать для 70 тысяч жителей одного из курортных районов Галисии автономного сообщества на северо-западе королевства. Выезд и въезд на эту территорию будет закрыт до пятницы. Причиной стали локальные вспышки COVID-19. В субботу карантинные меры возвратили для 200 тысяч жителей одного из районов Каталонии. Там также наблюдается рост числа заражения. Отмечу, Испания одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. С начала вспышки опасную инфекцию подхватили более 250 тысяч испанцев. Не справились с болезнью 28 тысяч. Знаменитый индийский мавзолей Тадж-Махал вновь открыт для посещений. Внутрь пускают не больше 5000 туристов в день. Они будут разделены на два потока – утренний и дневной. Между тем посещениями предусмотрен перерыв для дезинфекции и санитарной обработки. Все посетители должны быть в масках. Это обязательное требование. Внутри необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра. Также запрещается трогать мраморные поверхности комплекса. Памятник, построенный в северном индийском городе Агре, был закрыт на три месяца из-за пандемии коронавируса. До карантина Тадж-Махал посещали до 80 тысяч человек в день. Открытие мемориала происходит на фоне резкого роста заболеваний коронавирусом в Индии. Так, в воскресенье в стране было зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения. Ну а к этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи, вам хорошего дня и берегите себя. Это обязательно.